Всем привет! Вы на канале Третьякова Виктора, а значит подписываемся на канал, ставим лайк и вам это делать совершенно несложно, а мне очень приятно. Сегодняшнее видео посвящено препарату Стимулин-Д. История этого препарата весьма интересная. Ввел его в обиход Виктор Иванович Десятниченко и история началась еще в 1900-х годах, когда он, пребывая в Туркменистане, заболел малярией. И местный знахарь вылечил его с помощью неизвестного на тот момент препарата из настоек жука-синекрыла. Он же Педерос-синекрыл, он живет в Украине, живет в России, на берегах рек, про него есть информация в интернете. Суть в чем? Внутри этого жука в его составе определенный аллерген, яд, который попадая в тело человека раздражает иммунитет. И действует напрямую на нервную систему. То есть он вызывает, когда он попадает на кожу, то через пару дней у тебя образуется красное пятна, покраснение. Также отшелушивание, похоже на псориаз. Ну а это все проходит. И далее начинает действовать этот препарат. Он помогает гипофизу, гипоталамусу нормализовать работу нервной системы. И нормализовать гормональный фон. В этом и заключается его суть. Благодаря этому он лечит головную боль, ушную боль, понижение слуха, понижение зрения, туберкулез, малярия, полиневрит и проблемы с сердцем. Потом считается, что он может останавливать образование раковых клеток, гастриты, язвы желудка. Ну очень много чего. И все благодаря вот этой способности. Также он усилиет активность иммунитета. Нейтрофилы, которые являются клетками нашего иммунитета, усиляются где-то в 4 раза и начинают поедать больше болезнетворных бактерий. И иммунитет, соответственно, становится очень сильным. Как же его ввели в обиход? Вот этот человек, Виктор Десятниченко, он за определенные деньги купил у этого шамана рецепт данного препарата. Он его научил, как им пользоваться. И он начал лечить людей. Объездив в Среднюю Азию, Кавказ, очень много кому помог. Далее, в Одессе к нему также приезжали люди за помощью. Он смог помочь некоторым партийным деятелям. И они в благодарность помогли ввести его в обиход. Этот препарат широко использовался до 1970-х годов. Считается, что применять его можно только наружно. Но там была такая история. Приехал один человек и просто на коленях умолял дать ему этот препарат. У него был рак желудка. Он где-то нашел два флакона. Ему дали два флакона препарата. И потом с этим же человеком в 1995 году установили контакт. Он был до сих пор жив. И всем говорил, что не бойтесь применять стимулин Д внутрь. То есть не только наружно. Далее. Сам по себе препарат не убивает микробов. Он лишь усилит иммунитет. Нормализует гормональный фон. Вот в чем секрет. Где хороший иммунитет и хорошая моральная гормональная система. Очень редко, чтобы человек чем-то заболел. Это практически невозможно. Болеть очень сложно. Этот препарат способен усиливать действие других медицинских препаратов. Были проведены исследования на людях с нервными отклонениями. При применении стимулин Д препараты, которые им давали, уменьшали до 4 раз. 4 раза уменьшалась доза, а эффект был такой же самый. То есть он усилит другие препараты. А в комплексе с физиотерапией, массажем и правильной диетой это вообще не дает человеку болеть. То есть ты просто обязан быть здоровым, когда его применяешь. У меня есть личный опыт применения этого препарата. Он сейчас находится в продаже. По ценовой политике там, ну, вот так. Есть от 5 долларов и выше. Ну, это от 150 гривен. Я купил самый дешевый вариант. На себе его проверил. Принимал его внутрь. От 1 капли до 9 капель. И да, начали вылазить мои хронические заболевания. То есть была фаза обострения всяких хронических заболеваний. Ни с чем я не мог это перепутать. Это вот именно благодаря стимулину D. При отказе от этого препарата, далее, эти хронические заболевания тоже через неделю, через 2 прошли. Чувствовав себя, ну, я стал эффективно лучше. Вообще, этих 3 варианта, там есть от 5 долларов, потом, если я не ошибаюсь, сейчас 60 или 70 долларов. То есть разное. Стимулин 1, стимулин 2, стимулин D3 и стафелин D. Вот это самый дешевый вариант. Я его и покупал. Проверял я его не только на себе, но и наружно капал человеку на гипофиз и на теме. Так как он наружно применяется на акупунктурные точки. Капал в область темечка, где срослись кости у младенца, когда мы все были маленькими, там у нас они и срастались. И капал также между глаз, так сказать, в область, опять же, тоже проекция гипофиза. И у человека проблемы с суставом, капал на суставы. Да, действительно, было покраснение на голове, но только в области темечка. На между глаз покраснение не было и на ногах тоже покраснение не было. Усилились, опять же, хронические состояния усилились. Далее стало легче немного. Опять еще раз повторяем, то есть то же самое, вот буквально я 3 дня или 4 это повторил назад. И опять же эти состояния усилились, стало немножко хуже. Ну а так на вид человек посвежел, даже помолодел немного. Вот так. Далее, чтобы не лить очень много воды, скажу так. Эти жучки синекрылые, их в принципе, если у вас нет денег, можно найти летом. Они живут на берегах рек. Есть фотографии в интернете, я приложу их в видео. Этого жучка можно применить ультрафиолетом, но будьте аккуратны. Если вы захотите найти его сами, это надо определенную дозировку. Как правило, это 1 к 10. То есть 10 грамм жучков, 100 грамм раствора спиртового. И эти жучки, если они кусают или попадают на кожу, вызывают жесткое раздражение. Может быть повышение температуры. И аллергические реакции, кто склонен к аллергии, они только усилятся, потому что иммунитет станет сильнее. То есть это раздражает иммунитет, как я уже и говорил. Противопоказания. Любые острые инфекционные заболевания и любые состояния, которые проходят в острой фазе. Так, еще проблемы с почками, полиневрит, если я не ошибаюсь. То есть есть инструкция официально с этого препарата 70-х годов. Ссылку на эту инструкцию я приложу в видео. Также ссылки на информацию об этом препарате я также выложу в видео. На этом у меня все. Я также вам хочу сказать, что сейчас я начинаю проводить консультации по детоксикации организма, по улучшению здоровья. Кому нужны тейпы, тоже могу это сделать. Могу затейпировать. Обращаемся также в инстаграм. Ссылки на инстаграм будут в описании. Ссылки на мой профиль в фейсбуке будут в описании. На этом всем спасибо. Спасибо, что вы на моем канале, спасибо, что вы смотрите. И я хочу, чтобы вы, и не только те, кто меня смотрите, были счастливее, здоровее, веселее. Всем спасибо. До свидания.